Здравствуйте, друзья! В эфире программа НЛО, неизвестная Ленинградская область, в которой мы рассказываем о культурной жизни 47-го региона. Сегодня подведем итоги июня. Сегодня в программе традиции и обычаи празднования дня Ивана Купалы. Народный фольклор в литографиях художника Татьяны Козьминой. Премьера спектакля «Человек из машины» в Театре на Васильевском. Тайны форта «Красная горка». Лето, как говорила Марина Цветаева, такое же прекрасное, как и выходные, и так же быстро проходит. Пятница – это июнь, суббота – это июль, а август – это воскресенье. Что же интересного произошло в Ленинградской области в пятницу, то есть в июне? Во-первых, парки открыли свой летний сезон. Например, Гатчинский парк довольно торжественно сделал это. На два дня он превратился в настоящую театральную сцену. Там выступили странствующие куклы господина Пежо, шествие римских воинов и златокрылых психей, бальное дефиле, также было выступление артистов балета и даже парад любимых собачек императрицы. Сложно, правда, понять, как собаки дожили до наших дней, но, впрочем, подробности у нашего корреспондента, которая побывала в Гатчине. Концерт духового оркестра, выступления оперных певцов и артистов балета и даже шествий римских воинов и златокрылых психей – все это устроили в Гатчинском парке в честь открытия летнего сезона. Газоны и лужайки превратились в маленькие зеленые сцены, а экскурсоводы – во фрейлин Екатерины Великой. Мы приветствуем дорогих гостей в Дворцовом парке и в честь открытия паркового сезона проводим тематические экскурсии. Рассказывали о младшей дочери Павла Петровича и Марии Федоровны, Анне Павловне на Цветочной горке. И показываем также, какие развлечения ждут дорогих гостей в разных уголках нашего Дворцова парка. Праздник посвящен эпохе барокко и временам Екатерины II и Павла I. Периоду расцвета жизни дворца, когда здесь проходили пышные балы и приемы. Научиться танцевать минуэт или котельон мог каждый, кто не постеснялся превратиться из зрителя в активного участника праздника. Правая рука, левая рука. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сегодня преподавались танцы века XVIII, балу присущие. Бал по традиции открывается полонезом, продолжается минуэтом или вальсом, завершается котельоном. Сие танцы прошли мы сегодня с досточтимой публикой, не случайно, но к нашей великой радости почтивший парк своим высочайшим присутствием. Парковые постройки и старые деревья, возможно, уже слышали произведения Бортнянского, Березовского и других русских композиторов эпохи барокко. Ведь устройство музыкальных и театральных вечеров было популярно и при первых хозяевах дворца. Дмитрий Степанович Бортнянский входил в ближайшее окружение Павла Петровича. И, в частности, здесь, в Гатчине, создал ряд очень интересных сочинений. Мы в том числе играли Бортнянского, играли также современников, западную музыку, итальянскую музыку. Ближайшие два месяца фестивали в Гатчинском парке будут проходить почти каждые выходные. И ни один из них не похож на другой. Ночь музыки, ночь света, оперетто парк, джазовые выходные. За лето в Гатчине стоит побывать хотя бы однажды. Разные фестивали задействуют разные парковые пространства. То Нижний Голландский сад становится зрительным залом, то сцену оборудуют прямо на воде Белого озера. А главной площадкой открытия стал Остров любви. Праздничная процессия с лесными нимфами и античными богинями принесла туда свои цветочные венки. Мы делали античную зарисовку. Она уникальна тем, что создавалась в нашей фантазии по фрескам, гравюрам, которые дошли до наших дней. То есть это повороты головы, рук. Мы все стараемся максимально правдоподобно считывать, чтобы зритель погрузился в атмосферу. Следующий масштабный праздник в парке намечен на 7 июля. Это Ночь музыки в Гатчине. Оркестр Михайловского театра и оркестр Северной симфонии сыграют классику в романтической ночной тишине. Знаете ли вы, что в 1880 году на берегу Серебряного озера, которое находится в Гатчинском парке, прошли показы подводной лодки Джевецкого? Это первая подводная лодка, запущенная в серийное производство. Могли ли наши предки, которые думали, что в реках и озерах живут русалки, представить себе такое? Конечно, нет. А вот еще одна история. В День Ивана Купалы, традиционный народный праздник, посвященный самой короткой ночи в году, обязательно купание. По народным поверьям, вода может подружиться с огнем в эту ночь, поэтому на берегах рек разводятся костры. Праздник летнего солнцестояния известен у славян как День Ивана Купала. Отмечают его и другие народы. В Финляндии он называется Юханас. В этом году ингермаланские финны, живущие на территории Ленинградской области, встречают праздник в поселке Сиверский. На юбилейном 30-м Юханасе собралось много гостей. Финоугорские коллективы приехали сюда со всей Ленинградской области. С утра и до позднего вечера на Лялином лугу звучали и финские, и шведские народные песни. Проходили мастер-классы по плетению венков, созданию оберегов. Отдельная площадка была выделена под спортивные игры и соревнования. Финская забава, метание резиновых сапог, очень полюбилась всем гостям. Его еще в Финляндии называют летнее Рождество, этот праздник. Изначально еще из физических времен не спали люди всю ночь. В этот день вся нечисть выходила на землю, и люди жгли костры. Поэтому пошла традиция сжечь костер всю ночь под названием Копко. В Финляндии государственных праздников гораздо меньше, чем в России. Юханус считается одним из самых важных. На три дня свою работу прекращают музеи, рестораны и другие общественные заведения. В Финляндии, так же как и перед Рождеством, все люди уезжают из городов на природу, локально справляют эти праздники во всех приходах, закрываются магазины, пустеют города. И все стараются находиться именно на природе. Отличий между славянским Иваном Купалой и финским Юханусом практически нет. Оба праздника отмечаются у реки. Считается, что с этого дня из воды выходят злые духи, и она приобретает целебную магическую силу. В этот день поют песни и водят хороводы. Принято гадать нас с ужиного, совершать различные обряды с помощью огня, воды и трав. Обязательным ритуальным предметом считается купальский венок, который плетется из свежих цветов до зажигания костра. Люди в зависимости от желаемого результата соблюдают много правил. Определенное количество растений, их виды, время плетения и, конечно, заговор. Несмотря на значимость Юхануса у финнов и его прямую связь с природой, свои дома они в этот день никак не украшают. В принципе, все финны, они изначально считают себя очень близкими природе. И поэтому что-то там, украшения, ломания веток, украшения домов живыми деревьями, это не присуще нам, потому что очень бережем природу. Кульминация праздника начинается после захода солнца. Костры на Юханус обычно разводят или на вершине холма, или около воды. Для этого используют большие доски, бочки и даже деревянные лодки. По традиции в этот магический день всегда разжигают костер, а после вводят вокруг него хоровод. Считается, что чем выше пламя такого костра, тем лучше. Стараются даже поддерживать огонь до самого утра. Считается, что именно в таком костре сжигаются все несгоды, болезни и недуги. Для героини нашего следующего сюжета художница Татьяны Козьминой фольклор – настоящий источник вдохновения. До 2 июля в Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике работает выставка ее литографий. Она называется «Точка притяжения». В Старой Ладоге по адресу Музейный переулок «Дом-2» живет удивительный человек – большой художник Татьяна Андреевна Козьмина. Вот. Собственно, это мое хозяйство. Вот этот дом старый. Он 19 века, в котором мы живем. А это мы сами построили после пожара. Здесь у нас мастерская, дровяник, гараж и место, где спасаются наши гости. Огород небольшой. Дома действительно очень старый. В нем 22 окна и окошко, и 18 дверей и дверных проемов. Трехэтажный. Жилая площадь 9 квадратных метров. Вот такой он у меня замечательный. Все жизненное пространство Татьяны Андреевны – это самостоятельное художественное произведение. Причем не оконченное. Перманентно дополняющееся, изменяющееся. Здесь сложно найти угол, который творчески неосмыслен. Главный источник вдохновения – это старая Ладога. Вот здесь, например, я помогала археологам. Во время работы в старой отряде выделяли периодически каких-то ребят на помощь археологам. И в тот день, когда я им помогала, у меня посыпались и стеночки какие-то непонятные, прозрачные, большие такие бляшки. Я была совершенно потрясена и закричала страшным голосом. Я же не специалист, стала звать археологов. А они говорят, ничего страшного, это рыбья чешуя. Ну, огромная какая, прямо из-под фундамента. Там внутри были раскопки. Я говорю, откуда она здесь? Они говорят, к строителям завтракали. Какие строители? Это по церкви Георгия. Строители церкви Георгия. И вот эти объедки тех замечательных строителей, которые построили в 12 веке церковь Георгия, в моих руках, у меня это все сложилось в какое-то очень сильное впечатление. Татьяна Андреевна и Старая Ладога – добрые друзья, у которых друг от друга нет и не может быть никаких тайн. Художница знает и чувствует каждую улицу, каждый дом, каждый метр земли. Дальше тут стоят купеческие дома. Вот они чудесным образом еще сохраняются. Деревянные здания сохраняются все-таки не так долго, как хотелось бы. И на них даже сохранилась замечательная деревянная резьба. Вот такая языческая, какая-то символическая, с солярными знаками, с коньками. Вот над верхним окошком еще есть. И это тоже такие маленькие прелести, которые можно еще найти пока что в Ладоге, невзирая на все перемены современные. Это дом в частном владении, и есть надежда, что это сохранится подольше, да, подольше, без перемен. Приятным поводом нашей встречи стала личная выставка Татьяны Андреевны в Старо-Ладожском музее. Название выставки очень точно определяет ее суть. Я не очень долго думала, потому что последняя серия, которую я сделала круглый год, из 12 месяцев состоящей, и последняя картинка в этой серии – это точки притяжения. Вот про то, как я иду в Академию к своему любимому печатнику, которому в этом году юбилей, ему 70 лет, исполнилось. Я к нему иду со всеми своими идеями ладожских каких-то сюжетов в Академию художеств. И вот эти точки притяжения Ладога и Санкт-Петербург. Художница всю жизнь занимается литографией. Метод, сложный технологически, раньше был очень популярен. В этой технике работали Бакс, Кустодиев, Бенуа и многие другие. И сейчас ситуация непростая. Печатника в Петербурге можно перечесть по пальцам одной руки. Даже бумагу приходится привозить из-за границы за немалые деньги. Но на Татьяну Андреевну такие сложности повлиять не могут. Получать удовольствие от жизни. Да, вот смысл может быть жизни так вот. Удовольствие – это же не только что-то сладенькое, мягонькое и бездумное. Это как раз не удовольствие. Это какая-то пауза между чем-то и чем-то. Удовольствие от удачной работы, я думаю, оно огромное. Ну вот от реализации какого-то, как какой-то идеи. Вот это кайф. Продолжаем программу. Рассказом о премьере в театре на Васильевском. «Человек из машины» – так называется спектакль, поставленный по пьесе «Хуманитес инжиниринг». Представьте себе недалекое будущее и, используя достижения биоинженерии, некая компания готова изготовить идеального партнера по заданным параметрам. Можно выбрать размер ноги, характер, внешность и даже то, насколько обидчивым будет этот человек. Камерная сцена театра на Васильевском во время спектакля «Человек из машины» превратилась в лабораторию из будущего, в которой создается партнер для жизни с идеальными физическими, психологическими, душевными данными. Главная героиня – 30-летняя девушка Лера, отчаявшись найти свою вторую половинку в реальной жизни, обращается за помощью в компанию «Хуманитес инжиниринг». «Рады сообщить, что Вам прислали консультанта новейшего поколения». «Это наша планета, это происходит действие у нас, там нету строгого определения, какой это город, это не столь важно. Там акцент направлен на взаимоотношения мужчины и женщины, ну и вообще комичная достаточно ситуация, когда ты заказываешь себе идеального спутника». Далеко не каждый желающий может позволить себе услуги загадочной лаборатории. За создание идеала надо заплатить приличную сумму. В течение долгого времени главная героиня ущемляет себя. Она много работает, у нее долг за квартиру, и холодильник практически всегда пустой. Но вот деньги накоплены, и Лера, наконец, может воплотить свою мечту в реальность. «Ну, чтобы у него немножко тревоги, много уверенности, настойчивости, немножко воля в глазах. И чтобы улыбка была теплая, редкая, но теплая, чтобы он не всем и не охотно улыбался бы тогда вообще. Это как праздник будет». У нее какое-то свое собственное видение своего мужчины. Наверное, как и у всех девочек вообще, в принципе, и там с детства, да, там какие-то фильмы мы смотрим, или там книжки, мультики, я не знаю, у нас есть какой-то принц, которого мы вот видим, и все и только так. А потом оказывается все иначе. «Вы позвонили в службу ДМО-версий. Пожалуйста, введите свой идентификационный номер для получения...» Я вообще не хотела участвовать в спектакле, вообще ни в каком, в принципе. Я снимаюсь в кино, у меня есть работа, и мне хорошо. И тут Руслан говорит, ну, прочитай пьесу. Ну, я прочитала. Ну, как тебе? «Мне понравилось», сказала я. «Попробуем? Давай попробуем». И мы начали. Спектакль поставлен по пьесе Марии Зелинской. Несмотря на то, что жанр как пьесы, так и спектакля – фантастическая комедия, зрителю легко идентифицировать себя с героями. История Леры и робота по имени Артура раскрывает и бытовую, и трогательно-лиричную сторону отношений мужчины и женщины. Я тебе так неприятен, что ты отвернулась. Нет, что ты делаешь, я не в тебе, ты такой отличный. Просто вся эта затея, она, как бы тебе сказать, она какая-то унизительная. Можно узнать, по какой причине? Ты так говоришь? Я не знаю, как это тебе объяснить. Я понимаю, что ты чувствуешь. Героиня Лера, ее монологи, они попадают в меня. Несмотря на то, что они очень женские, история вроде бы очень женская, она в меня попала на 100%. Она совсем не идеальная. Там нету ни одной минуты идеальной. Там весь спектакль – это конфликт. Но, как мы знаем, конфликт – это признак связи. Поэтому история продолжается, развивается и доходит своего логического завершения. Но в финале происходит совершенно удивительная развязка, которую никто не сможет предсказать. На сцене минимум декораций серебряный диван попеременно превращается то в гарнитур из квартиры Леры, то в необычный предмет мебели из лаборатории. Световое решение спектакля очень интересное. С помощью такого хода удается создать фантастичную атмосферу офиса компании Humanitas Engineering, чей слоган «Создай свой идеал» – главная интрига пьесы. Мы не можем создать свой идеал, потому что не знаем самих себя. Сегодня мы хотим, чтобы было так, а когда мы это получаем, нас это не устраивает. Поэтому очень важно прислушаться к самому себе и понять себя. И тогда, наверное, мы будем более терпимы к людям, которые находятся рядом с нами. Следующий показ спектакля – 30 июня. На какие еще культурные события мы рекомендуем вам обратить внимание? Узнаете из нашей традиционной рубрики «Афиша». Суждение Владимира Набокова о русских писателях, авторские записи и пометки с рисунками на полях, предметы из фондов музея, позволяющие вспомнить ярких персонажей русской классической литературы. Более 30 световых арт-объектов, созданных мастерами из России, Белоруссии, Финляндии, Германии, Италии и Португалии, а также иорданский фасад Гатчинского дворца, как экран для 3D-мэппинга, на традиционном ежегодном фестивале «Ночь света в Гатчине». С 10 по 16 августа в Выборге традиционный российский кинофестиваль «Окно в Европу». Четыре конкурсные программы – игровое кино «Осенние премьеры», неигровое кино, анимационное кино и копродукция «Окно в мир». Организаторы обещают много сюрпризов. Мы продолжаем программу. Вот смотрите, всякий портрет, написанный с любовью, это в сущности портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Так говорил Оскар Уайлд. Портреты кисти Ареста Киприенского, Николая Ге, Дмитрия Левицкого и Карла Брюлова из коллекции Государственного Эрмитажа до 11 сентября можно увидеть в выставочном центре «Эрмитаж Выборг». Своё десятилетие выставочный центр «Эрмитаж Выборг» отметил открытием уникальной выставки. На ней представлена портретная живопись России конца 18-го, начала 20-го веков. До открытия экспозиции картины находились в фондах Государственного Эрмитажа. Что касается этой выставки, мы очень переживали за неё. И вот почему переживали? Потому что обычно у нас и прикладное искусство, и оружие, и портреты, и так далее, и так далее. Всё присутствует. А здесь одни портреты. 75 портретов. А у нас выставка общая. Это и дети, и социальные сферы. И самое главное, у нас ещё и иностранцы. Каждый шестой у нас иностранец, каждый третий у нас ребёнок. И как ребёнку подать портрет? Мы очень переживали. И вот когда мы открылись, и выставка у нас состоялась, и когда мы начали уже и аудиогид применять, в восторге все. Просто в восторге. Посетителей ждёт путешествие от эпохи барокко до начала реализма. За каждым портретом кроется история личности. Будь то император, дворянин, чиновник, каторжник или купец. Побывать на этой выставке практически как посмотреть много интересных кинофильмов в одном месте. Здесь около сотни исторических персонажей, и у каждого своя особенная история. Остановимся на самых ярких из них. Невозможно пройти мимо портрета княгиня Натальи Голицыной, послужившей прототипом пиковой дамы повести Пушкина. Именно с ней произошла история, которую услышал великий Пушкин. Однажды, будучи во Франции, графиня сильно проигралась в карты и попросила денег в долг у французского графа Сен-Жермена. Денег он ей не дал, но помог советам. Взяв с нее обещание, что она больше не сядет за карточный стол, он открыл ей выигрышную комбинацию карт. Тройка, семерка, туз. Интересно, что графиня прожила почти сто лет, и к старости вся красота ее померкла. Она обросла усами, бородой, и ее стали называть усатая принцесса. На выставке можно многое узнать о привычках людей и моде того времени. Так в эпоху сентиментализма был популярен язык цветов, пришедший в Россию с Востока. Молодые девушки, собираясь на балы, готовили заранее бутоньерки или порт-букеты. Это были просто цветы или цветы в специальном флакончике. Составляя таким образом букет, они могли посылать своим кавалерам даже целое сообщение. Мужская мода представлена здесь очень ярко. Двойные жилеты и утягивающие корсеты, галстуки, выглядящие как шейные платки, обязательное наличие перчаток, без которых ни один мужчина не появлялся на балах, курительные трубки, монокли, которые носили на золотых цепочках и, конечно, прически. У Кирилла Нарышкина очень интересная прическа. Это модная прическа того времени. Она называется «Дуновение ветра». Как будто ветер подол сзади и начесал все волосы вперед на лицо. Еще одну оригинальную прическу можно увидеть на портрете 14-летнего гусара. В зворянских семьях уже с детства записывали мальчика в полк, но служба службой, а выглядеть хорошо должен был каждый дворянин. Такая прическа раньше называлась «тупей» от французского слова «тупей», что означает «хохолок». Самый знаменитый человек, носивший тупей, был Александр Суворов. Первые парикмахеры на Руси также назывались «тупейные художники». В XIX веке украшения жемчугом были одними из самых популярных. На женских портретах позапрошлого столетия легко найти этому подтверждение. Раньше его добывали в России в огромном количестве. На северо-западных реках, в Архангельской губернии, на побережье Белого моря. Вы не поверите, но каких-то 150 лет тому назад жемчуг добывали даже в пригородах Санкт-Петербурга. И даже самая небогатая крестьянка могла позволить себе нитку жемчуга или несколько бусин на кокошник. Целый раздел на выставке посвящен провинциальным художникам. В 20-е годы прошлого века в Эрмитаж привозили картины из поместья и особняков провинциальных городов России. У большинства работ невозможно установить авторство и личность изображенного. Зато многое могут рассказать детали. Например, если на портрете мужчина с тростью, значит перед нами очень состоятельный человек. Существовали трости-зонтики, трости-лорнеты, трости-фонарики, табакерки. А у Александра Пушкина была особая тренировочная трость. Она весила 4 килограмма, и ей он тренировал свою руку. Выставка не обошлась и без истории любви. Портрет Степаниды и Михаила Яковлевых был написан вскоре после их свадьбы. Они были владельцами Ярославской полотняной фабрики, на которой изготавливались ткани для наряда высшего сословия. Родившие восьмерых детей и всю жизнь любившие друг друга, они умерли практически в один день. Сначала Степанида, а через неделю ее супруг. Портрет героини всем известной. История любви Ксении Блаженной представлена здесь в очень этипичном виде. Все изображения Ксении Петербургской это иконы, а на выставке посетители могут увидеть, как выглядела святая при жизни. Ее портрет, написанный неизвестным художником, попал в Эрмитаж в 30-е годы. Почти 90 лет он находился в запасниках. Его нашли недавно, когда систематизировали фонды. 35 полотен, представленных здесь, экспонируются впервые. Все они отреставрированы за последние 10 лет. Посетить уникальную выставку можно до 11 октября. Конечно, один из самых знаменитых портретов Кипренского это изображение Александра Сергеевича Пушкина, о котором Карл Брюлов говорил. Орест изобразил Пушкина каким-то дэнди, а не поэтом. Ну, от поэтов прошлого к поэтам настоящего. На берегу Осинового мыса прошел концерт авторской песни. Без конкурса и без цензуры. О чем поют современные барды? О том же, о чем и всегда. О любви, о чувствах, путешествиях, доме, о вечном. И, как положено, летом съезжаются на фестивали подальше от города в живописных местах. Здесь нет цели создать шлягер. Давайте-ка мы сейчас соберемся, напишем, и потом будем везде гонять, зарабатывать и так далее. Здесь этого нет. То есть здесь люди приходят, они показывают те песни, которые у них родились вот именно от души, от сердца. Фестиваль «Ингрия» в этом году отметил свой 35-летний юбилей и 40-летие клуба авторской песни, в честь которого он назван. Раньше слет проходил в других местах, а пять лет назад переместился на базу отдыха Кандикюля института имени Крылова на берегу Финского залива в окрестностях Соснового бора. Как бы все, как всегда. Надеюсь, у нас и в 39 лет, и в 41, и в 42 будет просто такой маленький праздник душевный. У нас коллектив научный, творческий, и поэтому все, что связано с творчеством, а наука – это творчество, мы всегда это приветствуем, это всегда стимулирует и наших сотрудников. Фестиваль славится своей доброжелательной атмосферой и отсутствием конкурса. Выступления проходят в формате открытого микрофона. Так хочется к вам прислониться. Сейчас, к сожалению, тенденции, но это как бы особенность нашего шоу-биза, если так можно сказать, что где-то что-то надо заработать для портфолио, получить дипломщик. Здесь такого нет. Здесь можно приехать и просто поделиться с людьми, друзьями своими вот… Своим настроением, песнями, да. Участники в основном петербуржцы, хотя некоторые добираются и из Москвы, и даже из Сибири. Концертная программа длится с утра и до утра. Выступления на сцене плавно перетекают в песню костра. Участники исполняют Высоцкого, Висбера, Акуджаву и свои собственные сочинения. Слежу свита, сошью кромки, В плиту нити, рассвет звонкий, В плиту осень, цветы лето. Меня спросят, зачем это? Купить проще, проблем меньше, И так много их у женщин. Я начала писать, когда началась перестройка. Потому что мы с друзьями собирались в складчину, у кого что дома было. Действительно были у нас как-то тяжелые времена. Я не умею писать песни на заданную тему. Я как подарок, просто вот написала песню, я ее приносила как подарок своим друзьям. В этом году на Ингрии собралось больше 200 участников, которым, кстати, очень повезло с погодой. Она добавила фестивалю еще больше тепла и солнечного настроения. Это значит снова турслет. Будем, значит, петь до утра. Наш следующий рассказ об удивительном храме во имя святых апостолов Петра и Павла на Шлиссельбургских пороховых заводах. Храм Петра и Павла в поселке имени Морозова единственный. На небольшой территории четыре маленьких здания. Сама церковь, построенная на месте белокаменной предшественницы, разрушенной в войну. Будущая воскресная школа, котельная и старинная сторожка единственное, что сохранилось от былого храмового комплекса. Вид этой сторожки примерно такой, какой и был раньше. То есть она была установлена в 90-х годах. И, как напоминание о Старом Соборе, осталась у нас вот эта сторожка и фундамент храма. Сейчас ее используют как маленькое помещение для собраний. Как же выглядел сам храм, хорошо видно на макете. Архитектор Владимир Покровский выполнил его в старорусском стиле. Над созданием мозаик работал художник Николай Рерих. Сейчас от старого убранства ничего не осталось, за исключением нескольких реликвий, бережно хранимых старожилами. Когда-то в соборе было распятие. И вот когда взрывали, нашли на обломках как раз от распятия руку спасителя. Ее кто-то забрал, а потом, когда стал здесь приход в 90-х годах, они нам передали. Храм был построен, пришли в сельбургских пороховых заводах. Это было огромное предприятие с несколькими тысячами рабочих и освящен в 1907 году. Собор примерно помещал, где-то примерно на тысячу человек был построен собор. К сожалению, после взрыва мало чего осталось, фундамент кое-где вот здесь остался фундамент, там остался фундамент. Вот здесь алтарная часть была, вот она, вот эта шла вот, вот алтарная часть. По легенде, здание в 1942 году взорвал Ворошилов для того, чтобы отсыпать щебнем разрушенную дорогу. Но стены оказались чересчур крепкими и развалились на слишком большие куски, непригодные для этой цели. Здесь планируется зал для собраний. В фойе вот это будет, скорее всего, как маленький кинозальчик для показа некоторых фильмов. С той стороны там будет для певчих помещение. Современная жизнь прихода связана с надеждами на скорейшее окончание работ в новой воскресной школе. Работы временно приостановились, хотя здание уже построено. Осталось только провести коммуникации и завершить внутреннюю отделку. По планам там будет несколько кружков для детей, библиотек и духовной литературы, и школа станет одним из центров культурной жизни поселка. Огромная подводная ступень, ведущая в Нептуновы владения. Там стынет Скандинавия, как тень, вся в ослепительном одном видении. Это Анна Ахматова писала о парке Монрепо в Выборге. Объекту культурного наследия посвящена выставка в музее усадьбы Рождествена. Очень поэтическое название. Мой сад беседует с душой. В парадном зале усадьбы Рождествена раньше проходили балы и теперь музыкальные вечера и выставки. До 27 июня здесь были выставлены работы, рассказывающие о парке Монрепо и его создателей Людвиге Генрихе Николаи. Это уже не первый проект сотрудничества музея-усадьбы Рождествена и музея-заповедника парк Монрепо. Совместная работа помогает этим художественным пространствам делиться информацией с более широкой аудиторией. Выставка включает в себя две составляющих. То есть перед нами исторические материалы, основанные на документах, портретах, научных работах. Ну и дополняет выставку фотоработы различных художников, которые в наиболее, наверное, выгодном свете перед нами показывают этот великолепный парк. Монрепо единственный в России скальный пейзажный парк. У него было несколько владельцев, но его расцвет начинается с 1788 года, когда Людвиг Генрих Николаи приобрел это имение. В Монрепо стали возводиться павильоны, устанавливали скульптуры, облагораживались гроты. Можно даже себе представить, насколько новаторским с его стороны было сделать парк, вот это вот его детище, открытым абсолютно для всех желающих. Не было никакой входной платы, но чуть позже возникла проблема, скорее касающаяся человеческого воспитания. В парке начались разные происходить происшествия, и поэтому вход в него пришлось ограничить. Людвиг Николаи был немецким поэтом, библиотекарем и педагогом. Прожив долгое время в Европе, он был приглашен в Россию Екатериной Великой на должность учителя логики, будущего императора Павла I. Позже он стал государственным секретарем, затем тайным советником и президентом Санкт-Петербургской академии наук. Его значительный вклад – это академия наук, которая находилась до него в очень плачевном таком состоянии, и он пришел туда с яркими мыслями о том, как можно это все сейчас изменить, что можно все сделать совершенно по-другому. Он был великолепно образованным человеком, тактичным, умеющим строить отношения совершенно разными людьми. Его идеи были далеко идущими вперед, и поэтому такой человек не мог быть нелюбим образованными людьми своего времени. Людвиг Генрих Николаи был поистине разносторонним человеком. Он писал стихи, басни, драматические произведения. По его указу в Монропо был выстроен библиотечный флигель, в котором размещалось около 9 тысяч собранных им книг. В начале 1803 года барон Николаи оставил службу и удалился в любимое имение, в котором прожил до 1820 года со своей женой и сыном Павлом, продолжившим после смерти отца работу над парком. Выставка в Рождественной уже закрылась, в парке Монропо идут реставрационные работы, но можно уже увидеть сейчас обновленный храм Нептуна. Кстати, об этом расскажем вам в августе. А следующий наш сюжет для любителей прогулок и военной истории. Форт Красная Горка – один из двух мощных береговых фортов кронштадтской позиции морской крепости Петра Великого. Поездка в Форт Красная Горка – настоящий праздник для любителей заброшенных зданий, заросших травой железных дорог, военных орудий, которые можно потрогать руками, и просто красивых видов на залив. Фортификационное сооружение располагается на довольно обширной территории, недалеко от поселка Лебяжье. Оно было построено еще при Николае II, и не только по тем временам. Многие десятилетия спустя оставалось ультрасовременным и абсолютно неприступным. Восточность части Финского залива – это самое узкое место. До противоположного берега, тогда Финского, было 19 километров. Имея в виду, что дальность орудий форта Красная Горка – 25-32 километра. Следовательно, не только водная акватория Финского залива накрывалась огнем форта, но и часть суши, тогда принадлежавшей Финляндии. Первое, что удивляет, построенная в самом начале XX века подземная часть форта уходит вниз на 6 этажей, или 18 метров. К сожалению, лестницы между этажами сейчас срезаны, и ходить там крайне опасно, поэтому посетителям предлагают осмотреть только одноэтажные казематы. Это хранились 300 снарядов на каждую пушку на всю войну в разобранном виде. Арсенал. Но нам любопытнее посмотреть будет помещение, лабораторию, там, где снаряды собирались. Над нами 9 метров бетона. Вы не заметили, как вступили вниз. И здесь для нас забавно, что война оставила нам наследство наскальной живописи. О чем думает мужчина на войне? Посмотрите. На стенах рисунки и газеты времен Великой Отечественной. Люди жили здесь подолгу и, как могли, создавали уют. За годы войны форт никак не пострадал. Он считался настолько неприступным, что противники даже не тратили на него сил. Разрушение в одном из казематов – последствия гораздо более раннего и случайного взрыва. Налево, там, где в основном преобладает черный цвет, это застывший во времени 1918 год. Взрыв на форту Красная Горка. С левой стороны и с правой стороны щели – это называется строительный шов. Это конец взрыва. Это самое слабое его последствие. Вот стена. Прошу посмотреть. Над головой перегородка была. Вот она лежит, перегородка. Чтобы увидеть впереди взорванные казематы, это надо повторить за мной путь. А над головой трехгранные рельсы. Вот на нем тележечка застывшая. Это подача снарядов. Мы находимся в снарядном погребе. Снаряд подвешивался к этой тележке, застывшей во времени, и толкался вперед в окно, находящееся за вашей спиной. Найденный под завалами снарядный подъемник царских времен теперь хранится в музее. Так вот, одна тележка, платформа с тележкой поднялась наверх, вторая опустилась вниз. Которая опустилась вниз, она будет загружаться. В нее будет загружаться снаряд. А которая вверх, то тут подходит человек, дергает за рычаг. В оригинале была еще цепь, потому что это поднималось гораздо выше. И тележка уезжает в окно, где ее принимает уже расчет, работающий около пушки. Музей находится в одном из старейших помещений форта – пехотном убежище сухопутной обороны. В нем четыре зала с экспозициями по строительству форта Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах, состоящими из находок поисковых отрядов. В будущем неподалеку может появиться еще один музей военно-воздушной обороны. Недавно военно-историческому обществу «Форт Красная Горка» передали два здания, где как раз можно было бы разместить экспонаты. Мы все эти годы, как поисковики, поднимали и не могли собрать за их больших размеров самолеты советские времен Великой Отечественной войны и самолеты противников. «Юнкерс-884С», финский самолет и, возможно, «Аэркобра». Сейчас под этой крышей мы и планируем все, что собиралось 30 лет, должно найти свое место. И называться должно быть громко. Лебежья столица морской авиации Балтийского флота. Вот не меньше. Еще один новый объект появится на площадке с орудиями. Его случайно нашли в соседней деревне. Конструкция из арматуры – не что иное, как орудийное основание, которое скоро оформят, как музейный объект. На вот эти основания устанавливались вот такие же орудия Б-13. То есть так это, значит, фактически это что? Это железный короб, стянутый шпильками, который устанавливался в деревянный каркас из шестиметровых бревен, собиралась большая оклеть, заполнялась песком. Наш музей фортификации выполнится еще вот таким вот инженерным решением с историческим родным металлом. Музей в Красной Горке держится на энтузиазме его сотрудников и работает только по выходным. Здесь проводят и экскурсии для групп, и всегда рады ответить на вопросы индивидуальных посетителей. А просто погулять по форту можно в любое время. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Наша следующая встреча 16 августа уже в новом сезоне. По-прежнему работает адрес электронной почты, так что напишите нам письмо, как я провел лето. Ну а мы прочитаем. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok